В некотором смысле это мера расстояния близка х квадрату. Ну, собственно говоря, х квадрат является тоже одной из функций правдоподобия в широком смысле. Поскольку при помощи х квадрата можно оценивать, насколько наши модельные параметры близки эмпирическим. Ну, в частности, при помощи LogLikelihood тоже можно оценивать, насколько наши модельные параметры, то есть параметры, полученные в результате кластеризации, близки к нашим реальным данным. То есть, грубо говоря, насколько хорошо мы можем предсказывать значение наших переменных, кластеризующих, для респондентов, зная, в какой кластер попадают эти респонденты. Собственно, это и определяет качество модели, одна из составляющих качества модели. И вторая из составляющих, собственно говоря, число параметров. Как происходит моделирование значений наших кластеризующих переменных? Фактически, это и есть некоторый аналог регрессии. В качестве предиктора выступает значение кластера, в качестве результирующей переменной значение наших кластеризующих переменных. И модель может быть более простая или более сложная. Так вот, число параметров учитывается как вторая составляющая качества модели. Чем меньше параметров, тем проще для человеческого восприятия модель. Идеальная модель такова, что она полностью позволяет предсказывать кластеризующие значения, то есть функция правдоподобия здесь дает нам оптимальные значения для большинства функций правдоподобия, это нулевые значения. И при этом количество критериев минимально. Вот, точнее, количество параметров. В двухступенчатом кластерном анализе заложены два способа оценивать обе составляющие. Это либо критерий Шварца, либо Акаики. Критерий Акаики. Критерий Шварца более точно оценивает обе составляющие, потому что он, грубо говоря, сильнее наказывает за большое количество параметров. Чем больше параметров, тем хуже модель.